Здравствуйте! Меня зовут Максим Путинцев. На четвертом канале проект под названием «Разговор с главным». И сегодня наш гость и мой собеседник, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бедонько. Сергей Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Бедонько Сергей Юрьевич, вице-губернатор Свердловской области. Родился в Карпинске. В 1993 году окончил Краснотуринский индустриальный техникум по специальности промышленное и гражданское строительство. В 2000 году Уральский государственный технический университет по специальности экономика управления менеджмент. В 2011 году Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности государственное и муниципальное управление. Больше 10 лет работал в коммунальной сфере, в том числе на руководящих должностях. В марте 2009 года избран главой городского округа Карпинск в 2013 году вновь победил на выборах. В 2014 году стал заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, а через год министром строительства и развития инфраструктуры региона. В 2016 по 2018 годы депутат Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва от партии «Единая Россия». С 2018 года заместитель губернатора Свердловской области. Ну, как и многое в нашей жизни сейчас изменилось, мы с вами не в студии напрямую разговариваем, мы используем современные технологии, но будем надеяться, что все это временно, как и многое из того, что сейчас с нами происходит. И, кстати, впервые в истории 9 мая 75-летия Победы мы будем отмечать в режиме самоизоляции. Сергей Юрьевич, вообще как это отражается на настроении? Ну, безусловно, я так думаю, что, конечно, оно отражается на настроении, особенно когда 9 мая это всенародно любимый праздник, который люди привыкли отмечать достаточно широко, тем более это юбилейный год, и тем более это редкость для нашего региона, если прогноз сбудется, будет очень теплая погода. Значит, конечно, сидеть дома в такой праздник и в такую погоду уже многим очень-очень тяжело. Но я все-таки, пользуясь случаем, хочу наших граждан, телезрителей поблагодарить за то, что мужество, за терпение и попросить все-таки максимально оставаться дома, потому что на самом деле еще ничего не закончилось. И если мы массово начнем режим нарушать, то цифры, которые мы каждый день видим с точки зрения заболевших этой коронавирусной инфекцией, будут опять значительно расти. Нам нельзя этого допустить. Но в то же время у нас понятно, что подготовка к 9 мая, а 75 лет победы началась с прошлого года. И, как и по всей стране, запланировано огромное количество мероприятий, которые мы должны были провести. Конечно, ападей — это 9 мая. Но жизнь вносит свои коррективы. И мы разделили все вот эти наши мероприятия, которые мы хотели провести на две части. Ну, первое — это все-таки у нас год памяти и славы. И мы надеемся, что чем быстрее, тем лучше было бы это, конечно, хорошо. Но все-таки эпидемиологическая обстановка позволит. И мероприятия, которые очные, мы проведем в другое время, когда будет достаточно безопасно для наших граждан. Ну, то есть день победы не отменен, он отложен. Вот это важно проговорить. Он отложен. Перенесен. Да, перенесены некоторые мероприятия и важные составляющие на более безопасный период. Да. Потому что были разные мнения. Давайте парад проведем при пустых трибунах, еще там как-то. Ну, можно по-разному там, конечно, подходить. Но как проводить парад без ветеранов? Ну, честно говоря, мне это не очень идея так сразу же как бы заходила. Поэтому я думаю, что, может, это пройдет два-три месяца, может, четыре. Я не знаю. У нас в истории полно дат, которые можно приурочить и провести парад и так далее. То есть это начиная с 24 июня и кончая там 7 ноября легендарным парадом на Красной площади. Дату можно подобрать. Поэтому первое, вот чтобы наши телезрители это поняли, что мероприятие все равно по мере возможности, когда будет позволять ситуация, мы будем проводить в очном режиме. Даты будут определены дальше. Второй момент. Ну, мы же тоже прекрасно понимаем, что ну как 9 мая и совсем оставить людей без праздника, без как-то не выделить этот день, тоже было невозможно. Поэтому, вот после того, как стало понятно, что вот эта инфекционная составляющая у нас на майские праздники попадет, безусловно, конечно, были разработаны и на федеральном, и на региональном уровне те мероприятия, которые позволят, ну так скажем, удаленно поздравить, либо создать атмосферу праздника все-таки без того, чтобы люди собирались массово и чтобы потом в дальнейшем не угрожало их здоровью. Есть онлайн, есть интернет, есть свои квартиры в конце концов. Да, я несколько моментов назову. Конечно, мы себе задачу ставили к 9 мая, ну максимально все те выплаты, которые были, были, осуществлялись по поручению президента, вручение медалей и так далее. Мы организовали эту работу и сделали. В следующий момент жизнь тоже вносит свои коллективы. У многих, и у ветеранов частично, и у людей просто старшего поколения, сегодня в связи с вот этой вирусной ситуацией сложилась непростая финансовая ситуация. И мы тоже понимаем, что надо, чтобы у людей был праздник и так далее. У многих там есть проблемы с продуктами питания. И наши волонтеры, и, соответственно, наши люди, которые имеют возможность финансовую, помогли. Огромное количество продуктовых наборов было доставлено нуждающимся нашим гражданам, для того, чтобы, соответственно, как-то смягчить вот эти последствия. Плюс к этому, если уже говорить про 8-е, про 9-е мая, мы задачу поставили нашим главам максимально все-таки в городах места доблести, особенно места захоронений, обелиски привести в порядок. И выделены в этом году достаточно серьезные деньги на то, чтобы действительно, ну так скажем, качественно отремонтировать то, что нуждается в ремонте. А можно я уточню сразу, это все надо будет к 9 мая сделать или все-таки на протяжении года, на протяжении сезона? Вы знаете, Максим, я вообще против штурмовщины, это часто задаваемый вопрос, мы всегда какой-то дате там чего-то должны сделать. Это советская традиция. Я говорю всегда следующим образом, и главы задают вопрос. Я говорю, коллеги, мы живем на Урале, значит, соответственно, понятно, что ремонтные работы могут там от нескольких дней до нескольких месяцев занимать в зависимости от сложности. Конечно, желательно, где это позволяет без ущерба для качества, сделать к 9 мая. Где это не позволяет, таких мест тоже достаточно много. Штурмовщины не нужно, и не нужно, чтобы завтра все отпало, условно говоря. Надо сделать, поэтому подходы разные, и соответственно, ну, большинство косметических ремонтов, конечно, будет сделано к 9 мая. У нас же еще значительное количество воинских захоронений есть на территории, как одиночных, так и массовых, там, где были госпитали во время войны. Мы тоже начали ремонтные работы там, вот, определенных вот этих памятных мест. Поэтому это очень большая работа, она на несколько лет рассчитана, и мы будем ее продолжать. Следующий момент, конечно, такие акции, которые мы рекомендуем и считаем, что они правильные, ориентируем и глав, и коллег по правительству, это звонок ветерану, поздравления. То есть просто позвонить, поздравить в День Победы, и я думаю, любому человеку будет это приятно. Плюс к этому всем нашим участникам именно войны, там у нас чуть больше тысячи осталось всего в Средневековской области, значит, запустили проект, вам, родные, он федеральный проект, это хорошие подарочные наборы, которые к Дню Победы наши волонтеры доставят, начиная с завтрашнего дня, там, 8-9 числа. Кроме этого, мы различные акции с точки зрения размещения, и даже лиц ветеранов недалеко от мест, где они проживают в виде билбордов, изображения ветеранов, плюс символика Великой Победы. То есть все эти атрибуты, которые, ну, безопасные с точки зрения сегодняшней ситуации, мы делаем. На двух моментах бы здесь хотел остановиться. Это акция «Бессмертный полк», которая стала... Но это уже мы к 9 мая непосредственно сейчас перевозим. К тому, что станет смысловым ядром празднования, если так можно сказать. То есть 9 мая вышли с таким предложением, понятно, что шествий пока никаких не будет. В 19 часов по местному времени подойти к окнам, выйти на балконы с портретами своих родственников, с кем бы люди могли пройти или хотели бы пройти в колонне. И, соответственно, таким образом почтить память их и, соответственно, акцию «Бессмертный полк» провести вот таким образом. Я думаю, что большое количество людей воспользуются этой возможностью. Это, кстати, оффлайн-возможность, и организаторы говорят, что и онлайн можно присоединяться, выкладывать фотографии, какие-то видеоистории, сопровождать их хэштегами соответствующими. Ну и все это в интернете, соответственно, сохранится, и можно будет посмотреть в любой момент. Да, Максим. Поэтому мы, кстати, приобрели порядка 650 тысяч дёргевских ленточек. Мы организовали их раздачу через почту, через торговые сети, где разрешена деятельность и куда люди приходят. Наши волонтёры будут их доставлять и так далее. То есть мы максимально, что можно, людям дистанционно или, так скажем, достаточно безопасно делаем. Кроме этого, будет такая акция «Новое окно победы», соответственно, по которой предлагается, и сегодня много этой символики уже ушло в муниципалитеты Свердловской области. Это и рисунки, связанные с Великой Отечественной войной, это национальные флаги и так далее. То есть мы максимально... Все же ленточки георгиевские. Все это изменит в окне непосредственно. Чтобы внешне наши города в этот день были украшены и наши окна вот такой символикой, которая бы показала всю сложность вот этой ситуации, которая есть, но тем не менее, что праздник великий и как-то людям добавить настроение. Поэтому вот с точки зрения вот этих акций, которые безопасные, мы считаем, мы их максимально будем проводить. Плюс к этому в Екатеринбурге пройдет пролет военной авиации и вечером... Это часть парада, та, которая признана наиболее безопасной, но с моей точки зрения, кстати, наиболее эффектная она. Да. И будет праздничный салют. А по салюту можно уточнить сразу? Время, место пока, насколько я понимаю, не сообщается. В том числе, а может быть даже и прежде всего, для того, чтобы люди в массовом порядке не вышли и массово не скапливались. Это же часть борьбы с коронавирусом. Я вам сейчас об этом немножко скажу. Я тоже не буду говорить пока ни про какие даты и соответственно... Ну, дата, понятно, про время и место. Я хочу еще раз попросить все-таки всех оставаться максимально дома. Мы вот эти два момента, о которых я сказал, будем организовывать и сделаем прямую трансляцию. То есть люди, не выходя из дома, смогут посмотреть и праздничный салют, и пролет авиации. Поэтому вот понятно, что это делается для наших жителей, для наших ветеранов. И раз нельзя выходить, то я думаю, что прямая трансляция, конечно, это, наверное, по ощущениям не совсем то, что когда ты участвуешь там непосредственно на месте событий. Но все-таки это каким-то образом можно посмотреть, присоединиться и порадоваться, и посмотреть это зрелище. Но это правильно, чтобы не входило в противоречие празднование юбилея Победы действительно с теми противоэпидемическими мероприятиями и мерами, которые принимаются. Сергей Юрьевич, вот еще о чем хотел вас спросить. Состоятся ли в каком-то виде возложения цветов, возложения венков к воинским памятникам, к тому же памятнику Жукову в Екатеринбурге? Да, значит, ну в очень ограниченном составе. Там буквально 2-3-4 человека. Понятно, что там область будет губернатор представлять. Ну, эти мероприятия, они будут, как и в городах, где главы тоже там в количестве двумя-тремя человеками. Соответственно, нас тоже спрашивали часто про этот вопрос, можно ли, нет. Я говорю, ну, конечно, можно, но ничего страшного не будет, вы нарушать особо ничего не будете, но только не должно это быть массово. Но я считаю, что это будет правильно все-таки возложение сделать, и оно будет в Екатеринбурге в том числе организовано. Вы сказали о том, что волонтеры приходят, в том числе к ветеранам, пожилым людям, поздравляют их, вручают продуктовые наборы и так далее. Все-таки соблюдаются ли меры предосторожности, учитывая и помня о состоянии здоровья, о возрасте этих людей и то, что их ни в коем случае нельзя заразить коронавирусом, они ведь в группе риска находятся? Ну, вы знаете, мы максимально, во-первых, наше волонтерское движение, которое я в целом курирую по области, более трех тысяч человек насчитывает. И с чего мы начали? Мы начали с приобретения средств индивидуальной защиты для волонтеров. Понятно, что надо и их защитить, и их тех, к кому они приходят. Вот, поэтому у нас все волонтеры очень хорошо экипированы с точки зрения средств защиты. То есть, это первый момент. Во-вторых, мы все-таки рекомендуем передавать продуктовые наборы, ну, поменьше контактировать напрямую. То есть, все равно в основном у людей есть родственники более молодого возраста, всегда можно передать, доставить и так далее. Ну, то есть, тут каждый случай индивидуален, но, конечно, безопасность людей, особенно наших ветеранов, которых по понятным причинам уже там всем далеко за 85, условно говоря. То есть, судя по времени... Даже из-за 90, наверное. Да, ну, кто-то там еще там с малых лет был там, есть люди. Да, в основном это 90+, в основном, это основная масса. Поэтому понятно, что нам их заразить какими-то инфекциями здесь ни в коем случае нельзя. Поэтому меры предосторожности в первую очередь. Сергей Юрьевич, когда режим ограничений отменят, стоит ли ожидать сохранения этих и подобных волонтерских практик? Опять же, вопрос вам, как человек, который все это курирует. Вопрос, когда отменят режим или вопрос... Нет, нет, вопрос не когда... Я понял. Понятно, что когда-то его отменят, да. И вот когда его отменят, сохранятся ли эти волонтерские практики? Или все-таки это к дайте к Дню Победы исключительно? Вы знаете, мы с коллегами обсуждаем эти вопросы. Вообще, во всем даже негативном, к чему относится и сегодняшняя ситуация, надо искать максимально и позитивных моментов, то есть из любого дела. Я считаю, что, конечно, многие вопросы, которые сегодня по воле случая были опробированы, отработаны и, соответственно, получили какое-то, так скажем, одобрение, понимание, что это приживется, они останутся в дальнейшем. Я думаю, что какая-то часть, возможно, и дистанционного обучения, то есть для каких-то категорий... Ведь сегодня многие на удаленке учатся и так далее. Кто кому-то нравится, кому-то не нравится. Но жизненные ситуации же бывают разные. Бывают там небольшие какие-то населенные пункты, где там несколько учеников, которых можно организовать, например, по скайпу. И это гораздо проще, чем там содержать и строить школу, искать учителей. Ну, масса таких вопросов, которые еще предстоит проанализировать. Ну и, конечно, волонтерское движение – это одно из таких самых, на мой взгляд, благородных движений, потому что ведь, понимаете, люди бесплатно тратят свое время, и многие, не только время, на своем бензине, на своих машинах развозят ту помощь, которую люди просят. Ну, я считаю, перед этими людьми можно только, как говорится, шляпу снять и поклониться им низко. Поэтому опробовано на разные жизненные ситуации, конечно, тот опыт, который мы получили, он останется. Кто знает, как там жизнь повернется и какие еще вызовы там перед нами. Я думаю, что несколько месяцев назад никому и в голову бы не пришло, что мы вот будем таким образом сегодня жить, и, соответственно, вот такие будут ограничения. Поэтому такая тренировка, понимание в режиме реального времени, она состоялась по многим службам. И надо сказать, что этот опыт, он останется, он в любом случае полезный. Я бы хотел еще вернуться к тем мероприятиям, которые будут проходить у нас в области непосредственно 9 мая. Но о бессмертном полке и, собственно, той трансформации, которая с ним произошла, мы уже рассказали. Про окна Победы тоже рассказали. Флаг России в День Победы. Ну, собственно, его можно вывесить, опять же, у себя на балконе, на дачном участке, на автомобиль, наверное. Это возбраняться не будет, насколько я понимаю. Есть еще песенные акции. Вот я хотел бы, чтобы вы про них рассказали. Есть история, которая называется «Поем двором», и есть история, которая пошла из Екатеринбурга, и уже, насколько я понимаю, получила федеральное звучание. Это исполнение песни «День Победы». Причем чуть ли не на попадание в Книгу рекордов Гиннеса по массовости уже вот эта история претендует. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, это, допустим, акции, связанные с исполнением песни. Вот вы сейчас сказали про День Победы. Ну, это некое продолжение, соответственно, той акции, о которой мы говорили, про «Бессмертный полк». То есть это как бы в одном действии. То есть люди выходят с портретами своих родственников. Звучит, понятно, включен телевизор, либо радио. Там будет транслироваться. Сначала будет объявлена минута молчания, а потом, соответственно, предлагается всем исполнить эту песню. То есть это так комплекс вот этого мероприятия, связанный именно для того, чтобы люди могли вот это единение почувствовать, вспомнить и так далее. Мы отдельно, но мы вместе, да? Да, мы отдельно, но мы вместе. Что-то подобное. Да, безусловно, это как раз, ну, это та смысловая нагрузка, которая позволит все-таки в 9 мая почувствовать вот эту атмосферу праздника, пусть даже вот в таком варианте. Сергей Юрьевич, не могу не спросить вас. Ваше мнение, мнение вице-губернатора. Вот вы сказали, мы не можем предсказать и предположить, на какие вызовы нам придется отвечать в ближайшем будущем. Ну, об этом мы поговорим с вами в будущем, опять-таки, которое наступит. Но как область, как наш регион справляется с главным на сегодня вызовом, это противостояние коронавирусу? Что удается, а что, может быть, не получается, по вашей оценке? Ну, на мой взгляд, ситуация, которая на сегодняшний день есть, она, понятно, что требует ежедневного, ежечасного внимания органов власти, губернатора. И, надо сказать, что ситуация в таком виде и находится. То есть, она находится под постоянным контролем. Действует штаб, который в режиме через день собирается. А многие рабочие вопросы, понятно, что каждую, там, минуту, каждый час решаются, там, в других, там, у каких-то режимах. Что положительного? Положительного из того, что сегодня можно сказать, это все-таки данная эпидемия позволит нашей медицине несколько проверить свои возможности и значительно улучшить материально-техническую базу. То есть, приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, приобретаются, развертываются дополнительные койки, сопутствующее оборудование приобретается и так далее. Понятно, что, когда данная эпидемия будет, ну, пойдет на спад, либо закончится, все это останется в наших больницах и можно будет использовать для лечения, там, других заболеваний. Соответственно, меры совместные, которые все органы власти, и федеральные, и региональные здесь у нас в Свердловской области реализуют, мы, да, у нас есть все-таки прирост по заболевшим, но если вы смотрите федеральные каналы, видите статистику, и где находится Свердловская область. Мы внимательно следим за всеми цифрами, которые только есть. То есть, вот те меры, которые принимаются, на наш взгляд, они позволяют динамику развития инфекций значительно уменьшить. То есть, поэтому надо продолжать дальше, надо этим заниматься, и очень многое зависит все-таки от нас с вами, просто от граждан. Потому что, ну, нет более эффективного средства, чем не заражать друг друга. А чтобы не заражать друг друга, не надо встречаться. Поэтому одно вытекает из другого. Поэтому на данный момент, на сегодняшний, я считаю, что я оцениваю ситуацию с точки зрения того, как область справляется с этим вызовом, достаточно неплохо. Вот. И мне бы хотелось, чтобы мы одни из первых регионов, которые бы смогли бы победить, переломить ситуацию. И немаловажно для всех наших телезрителей постепенно начали возвращаться к обыкновенной жизни. Я сейчас не говорю даже по ходу по магазинам, а для того, чтобы мы ведь тоже прекрасно понимаем, что жизнь – это экономика во многом. Людям надо, соответственно, зарабатывать деньги для того, чтобы жить, питаться, платить за коммуналку, кредиты обслуживать, за квартиры платить и так далее. Поэтому, конечно, режим самоизоляции и положительная динамика позволят и эту составляющую быстрее возвращать обратно, то есть запускать экономику. И это одна из важнейших задач, которая будет стоять перед всеми регионами после того, как сама инфекция пойдет на спад. Как вы думаете, надолго это все? Люди от самоизоляции устали, все действительно хотят вернуться к обычной жизни. Когда уже мы выйдем на плато и когда уже можно будет к этой жизни возвращаться? Ну, знаете, делать прогнозы – дело такое неблагодарное. Я понимаю, конечно. Поэтому я, наверное, от каких-то таких прямых прогнозов бы воздержался. Я думаю, что о прогнозах более детально можно будет переговорить тогда, когда ситуация выровняется. Вот мы сегодня следим каждый день, сколько заболело стране, сколько выздоровевших. И сегодня все-таки заболевших больше, чем выздоровевших. То есть идет прирост по стране. Вот когда ситуация выровняется и пойдет на спад, вот тогда, наверное, можно будет говорить о каких-то реальных прогнозах и шагах. Да. Поэтому сейчас для того, будем надеяться, чтобы это светлое время быстрее наступило, будем максимально все-таки придерживаться мер самоизоляции. Сергей Юрьевич, спасибо вам большое. Ну и в финале беседы, в финале нашего разговора, позвольте вас поздравить с наступающим Днем Победы, с юбилеем Великой Победы. Ну и если хотите, можете несколько слов нашим зрителям тоже в качестве поздравлений сказать. Спасибо большое, Максим. Конечно, я, пользуясь случаем, хочу всех жителей Свердловской области, ветеранов, тружеников тыла, поздравить с этим великим праздником. Это была великая победа нашего народа, и она навсегда останется в истории, как величайшая война и величайшая победа. Нам есть чем гордиться, у нас славные традиции, у нас, слава Богу, есть еще и живы ветераны, и труженики тыла. И, конечно, мне бы хотелось всех поздравить с этим праздником, пожелать здоровья крепкого, пожелать заботы близких, уверенности в завтрашнем дне. Ну и, конечно, я уверен, что как мы победили в той Великой войне, мы победим и сейчас. Поэтому всех с праздником и всего вам самого-самого доброго. Спасибо вам большое. Мне остается лишь добавить, что сегодня в проекте «Разговор с главным» на четвертом канале был Сергей Бедонько, вице-губернатор Свердловской области. До свидания, удачи и с наступающим Днем Победы. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok